Привет, я Сид Рот. Добро пожаловаться в мой мир, где сверхъестественное становится естественным. Мой гость умер от сердечного приступа. Он знает, что происходит, когда ты умираешь. Он знает, как выглядят небеса. Он вернулся оттуда полностью исцелённым и имеет для нас очень срочное послание с небес. Такого в моей жизни ещё не было. Мессианский еврейский раввин звонит мне и говорит, «Сид, прямо сейчас у меня в комнате находится ангел». О, Феликс, это не было нормой до того, как произошла та медицинская ошибка. Не так ли? Что же это за медицинская ошибка такая? Я был очень далёк от этого. Но затем я умер из-за врачебной ошибки. Количество таблеток, рассчитанное на 7,5 месяцев, я выпил за 29 дней. Этого не должно было быть. За месяц моё тело стало полностью отравленным. В 3 часа ночи я спустился в гостиную, и моё сердце прямо там остановилось. Моя душа вышла из тела. Я даже смог увидеть на диване своё безжизненное тело. Я оказался перед небесным престолом. Престол был окружён огненными кольцами, кругами славы. Это были кольца, уходящие в глубину. Они защищали этот престол. Я тут же пал лицом вниз. Я помню, что прикрыл глаза, потому что свет славы был настолько ярким, что я не мог смотреть. Мне пришлось прикрыть глаза руками. Я лежал перед Божьим престолом. Я видел престол Господа, видел Его ноги. Престол стоял на кристальной поверхности моря. Это было третье небо. Итак, там на небесах я стоял у реки, и мне казалось, что эта река из самого престола. Я не знаю, куда именно она текла, но я видел движение этой реки. Вода в этой реке была удивительна. Я ощущал себя птицей, которая впервые вспарила ввысь, и впервые ощутила ветер в своих крыльях. Я ощущал, что означает быть нетленным, когда ничто тебя не ограничивает, и перед тобою нет никаких земных преград. Ты вернулся в свое тело. Это был болезненный процесс. Тебе было страшно в тот момент? Из ниоткуда пришло дуновение ветра. Этот ветер прошел в мои ноздри и в мой рот, и спустился в глубину моих легких. И затем я как бы сделал вдох. Я снова задышал, как будто до этого я утонул. Я снова мог сделать глубокий вдох во все легкие. Я пришел в себя прямо там, у себя в гостиной. А что сказали эти врачи о твоем здоровье? Врач сказал, я не знаю, что заставило вашу кровь так циркулировать. Но у вас кровообращение не пожилого мужчины, а молодого жеребца Бог доверил тебе срочное послание. Бог сказал мне, чтобы я изучал книгу псалмов. Бог так задумал для нас, что мы должны приходить к нему и молиться. Но я вдруг осознал, что моя культура молитвы базировалась в основном на том, чему меня научили с детства. Это молитва за нужду. Мы о чем-то просим Бога, об исцелении или еще о чем-то. И мы, конечно, имеем право просить Бога об этом. Но я увидел, и Бог показал мне, что это формирует в нас дух вечно нуждающегося человеком. И это мешает нам пребывать в благодарности Богу. Если только мы вырываемся из духа нужды, нас сразу охватывает чувство благодарности Богу. И мы испытываем блаженство от всего, что видим перед собою. Я призываю людей изменить их молитвенную жизнь так, чтобы 80% молитвы возвеличивали Бога, и только 20% были просьбой восполнить их нужду. Приведи пример. Возьми какой-нибудь псалом и покажи нам, как ты ищешь Бога в своей тайной комнате. «О Господь! Небеса проповедуют славу Твою, и о делах Твоих вещает твердц. Твои пути неисследимы. Нам не понять и не объяснить дел Твоих рук. Ты Отец, Бог силы и Бог славы. День дню передает речи, ночь ночи открывает знания. Ведь нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. Ты сотворил небо и землю. И как только я поднимаю взор на небеса и вижу величие небес, я убеждаюсь, что Ты – Отец, Бог славы, и что Ты – жених, который скоро грядет, вернется за своей невестой. Мы вместе с Твоей невестой ожидаем Тебя. И слава Твоя прошла по всей земле, превыше небес. Вот такие размышления над Божьим Словом начали формировать мое время с Господом по утрам. И не только по утрам. Я изучаю Бога. Восхищаясь природой, я поклоняюсь Творцу Всевотворения. Поэтому каждый день это приключение, мои глаза и уши широко раскрыты, я уже не так много говорю, я больше слушаю. Бог дал мне способность проницать, видеть, что человек чувствует внутри. Я вижу состояние души человека. Раньше ты этим даром не обладал, ведь нет? Нет, я даже вижу, что с человеком произошло в детстве. Мы столько всего себе распланировали. Но Библия говорит, что наша жизнь как трава, которая может засохнуть в один день. Моя жизнь закончилась в одно мгновение. Бог напомнил мне так, что это крепко запечатлелось в моем сердце, что люди должны срочно примириться с Ним, с Богом. Человек либо воспарит во славу небес, либо упадет в саму глубину ада. А ад – это ужасное место, темное место. И от этого душа моя сжимается болью за людей. И поэтому я не успокоюсь. Я буду до конца возвещать послание о спасении, чтобы люди не попали в ад. Так что примиритесь с вашим Богом.